Ситуация с притеснением этнических мусульман в Китае по-прежнему остается в центре внимания мирового сообщества. Синьцзянь продолжают посещать дипломаты и политические деятели из разных стран. К примеру, на неделе регион посетили представители дипмиссии, работающих при ООН в Женеве, а также политические деятели влиятельных зарубежных партий. Несмотря на сообщения о притеснении мусульман в Китае, беспокойность ООН якобы не имеет под собой оснований. Дипломаты из девяти стран высоко оценили межэтническую политику Китая и никаких нарушений прав человека в Синьцзяне не заметили. Более того, делегатам показались очень важными те меры, которые Компартия Китая предпринимает, чтобы ускорить экономическое развитие в Синьцзяне-Угурском автономном районе и укрепить межэтническое единство в регионе. Два дня приглашенные дипломаты провели в Синьцзяне. Они успели принять участие в совещании, где обсуждалась этническая политика Китая. Китая посетили местные предприятия международного сотрудничества, мечети, а также исламский институт, где обучают сотни этнических мусульман. Судя по риторике гостей, многие по-настоящему впечатлены прогрессом, достигнутым в экономическом, этническом и культурном плане. Глядя на строительство, на новые огромные возможности для работы, это говорит о большом экономическом развитии, и я нахожу это впечатляющим. Насколько я могу судить со стороны, кажется, что между людьми существует гармония. За два дня мы посмотрели, какие предприятия есть на данной территории. Вот яркий пример дружбы, товарищества и прекрасных взаимоотношений всех национальностей, живущих на данной территории. Мы были очарованы разнообразием культуры и смешанным составом этнических групп. Мы были действительно впечатлены прогрессом, достигнутым за последние 40 лет в Китайской республике, в Синьцзян, естественно. Регион должен стать в будущем мостом между Китаем и Центральной Азией. До этого Поднебесную посетил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Ибн Салман. Там он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. На встрече стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество двух держав. Надо сказать, мир с нетерпением наблюдал за визитом принца в КНР. Оно и понятно. Китай, который сегодня под прицелом всего мирового сообщества из-за неоднозначной и до конца непонятной ситуации с этническими мусульманами. И вот один из самых влиятельных людей исламского мира прилетает в страну, где мусульман якобы притесняют. Понятно, что все ждали какого-то пусть и дипломатичного, но весомого заявления. Однако, предвосхищая речь принца Си Цзиньпинь, отметил, что Китай решительно против любого вмешательства во внутренние процессы в Саудовской Аравии. А мы ведь помним, что Эррият до сих пор не оправился от обвинений в убийстве журналиста Джамаля Хашоги. Си дает понять, это ваше дело, мы в него лезть не собираемся. На что и получает встречное. Китай имеет право защищать свою национальную безопасность посредством мер по борьбе с терроризмом и деэкстремизмом. Саудовская Аравия уважает и поддерживает такую политику и готова укреплять сотрудничество с Китаем. Это была цитата наследного принца Мухаммада бен Салмана. Мухаммада бен Салмана.